Всем здорова! Это очередной выпуск, ну ладно, не очередной, это второй выпуск рубрики ТОП гаджетов до 50 долларов. Я так посмотрел, что вам первый выпуск очень сильно зашел. Более того, мы с вами в первом видео договорились, если мы набираем 10 тысяч лайков под тем видео, то я раздам все товары, которые были на обзоре, вам совершенно бесплатно в своей группе ВКонтакте. Вы набрали 10 тысяч лайков, я всем желающим все это дело раздал. Рандомным образом мы выбрали победителей из репостнувших, поэтому давайте с вами договоримся и в этом видео поступить точно так же. Набираем 10 тысяч лайков под этим видео, в группу ВКонтакте я скидываю все призы и рандомным образом мы выберем 4 победителей. Почему именно 4? Да потому что 4 товара у нас сегодня будут на обзоре. Но я думаю, что еще один видос до конца октября из этой рубрики выйдет, поэтому мы еще больше товаров с вами охватим. Ну а за предоставленные товары я сегодня благодарю магазин tomtop.com, ссылка на него будет в описании, проходите, смотрите эти товары и посмотрите, какой у них еще есть ассортимент. Главная фишка магазина то, что вы можете оплатить все свои покупки PayPal, что дает вам гарантию безопасности. Все, поехали! Первый наш товар – видеорегистратор от Xiaomi. Фактически он стоит 55 долларов, но с Letyshops получается экономия 6,5%, то есть 51,4 доллара выходит у вас покупка. Что вы первое представляете, когда слышите слово «видеорегистратор»? Лично у меня всегда всплывает картина, когда на лобовом стекле куча-куча проводов и среди них какая-то уродливая коробочка. Так вот, Xiaomi-шный регистратор полностью переворачивает ваше представление о регистраторах. Смотрите, какой он маленький и симпатичный. И регистратор Xiaomi действительно выглядит круто. Дизайн даже лучше, чем у первых поколений GoPro, как по мне. Комплект поставки, регистратор, шнур для питания длиной 3,5 метра и переходник с прикуривателя на USB, а также липучка на стекло. Внешний вид строгий, без кричащих наклеек или логотипов. Впереди глазок камеры с углом обзора 165 градусов и отверстие для микрофона. Слева слот для microSD, справа разъем microUSB для питания и резет-отверстие для отката к заводским настройкам. Сверху и снизу сетка вентиляции, наверху динамик, а с ним крепление на стекло, держится крепко. Экран 2,7 дюйма и 4 кнопки под ним. Нестираемая запись, обычная запись, галерея и настройки выключения. Чуть ниже два светодиода. Экран очень посредственный, сильно инвертирует цвета. У камеры очень маленький аккумулятор, всего лишь на 240 мАч. Он нужен в основном для того, чтобы не прерывать запись, пока питание не подается на прикуриватель. Питается камера от 5 вольт 1 ампера, можно запитать как от прикуривателя, так и от любого пауэрбанка. Также у регистратора есть и фирменное приложение, называется eDashCam. Камера по Wi-Fi коннектится со смартфоном, можно таким образом передавать снимки на смартфон, управлять настройками камеры и обновлять прошивку регистратора. Сама камера работает на английском языке из коробки. Если вы будете брать не в том топе, а в другом магазине, то вам могут прислать камеру только с китайскими иероглифами. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Прошивка простая, настроек очень мало, навигация осуществляется кнопками под экраном. Все изучить можно методом тыка, есть понятные иконки. Главная софтверная киллер-фича регистратора умный помощник от DAS. Он должен выводить информацию на экран о расстоянии до впереди едущего автомобиля. Если вдруг вы съехали со своей полосы, то голосом сообщать вам об этом. Но это полная хрень, работает она криво, сразу советую отключить ее в настройках. Но что же там с качеством записи? Оно лично меня не сильно впечатлило. Оно обычное, как для регистратора. Разрешение съемки 1080p, 30 или 60 fps, а также 2К при 30 кадрах в секунду. Максимальный битрейт 20 мегабит. Видео пишется в формате MP4, короткими роликами по 3 минуты непрерывно. Цветопередача хорошая, картинка четкая. Как и у всех широкоугольных объективов, геометрия ощутимо искажена по краям кадра, но в целом качество записи более чем достойное. Звук пишет посредственно, но никто не требует от регистратора крутой акустики. Как днем, так и вечером получаются записи хорошего качества. Ночью, как и у всех регистраторов и видеотехники, в принципе, появляются шумы. Но если вдруг, не дай бог, произошла авария или какое-то нарушение ПДД, то вы всегда сможете доказать свою правоту. Ну вот, пожалуй, и все. Давайте подводить плюсы и минусы. Плюсами регистратора я бы назвал цену, внешний вид, качество записи видео и наличие адекватного приложения. Минусами я бы назвал только то, что это не Ultimate устройство, все в одном. В нем нет датчика движения, GPS и записи скорости. В итоге я могу сказать, что это действительно очень хороший регистратор за свои деньги. Думаю, если вы являетесь автовладельцем, то для вас не должен стоять вопрос, покупать регистратор или нет. По-моему, он по умолчанию должен стоять в каждой машине. Один раз заплатил 50 долларов и все, спишь спокойно. И в случае чего не нужно будет бегать по судам и доказывать, что ты не верблюд. Следующий товар в нашем топе до 50 баксов, наверное, самая необычная хреновина, которую я вообще когда-либо держал в руках. Называется она Xiaomi Flavor Monitor или Xiaomi Plants Monitor. Неважно, как она называется, стоит она 11 баксов. Для чего она нужна? Если, например, у вас дома растет какое-то дорогущее растение и оно начало болеть, или вы переживаете за то, что оно неправильно питается, или вдруг есть такая вероятность, что оно может помереть, то вот вам лучший помощник и друг в сфере сельского хозяйства. Внутри у него есть целый набор из различных датчиков и выдает он 4 различных параметра. Освещенность в люксах до 100 тысяч, температура в градусах Цельсия с точностью в полградуса, влажность почвы в процентах и минерализацию почвы EC, Electrical Conductivity в миллисименс на сантиметр. Питается Plants Monitor от одной батарейки CR2032, одного заряда хватает на целый год использования. Если батарейка села, вы можете спокойно ее купить в магазине и заменить. Как пользоваться? Первое. Вскрываем крышку и под ней отрываем от батарейки полиэтиленовую пленку. Устройство включилось. Оно невыключаемое. Второе. Скачиваем приложение. Управляется через приложение Mi Home или Flava Care. Третье. Втыкаем Flava Monitor в почву с растением, примерно на две трети. Главное, не погружайте в почву полностью и не касайтесь пластиковой головой почвы. Четвертое. Соединяем девайс с приложением через Bluetooth. В приложении Mi Home можно сразу смотреть все показатели. В приложении простое, показывает только то, что видят сенсоры. Вы можете для каждого отдельного растения подбирать индивидуальные показатели, удобрять или поливать, или наоборот не поливать почву. Данные записываются в память устройства каждый час. При коннекте со смартфоном они закачиваются в облако. Если у вас много растений, вы можете каждый раз перетыкать один сенсор из одного горшка в другой, либо же купить несколько таких сенсоров и просто в приложении переключаться между ними и смотреть данные. Плюсами план с мониторой я бы отметил цену, функционал и простоту. Ну а минус, наверное, только один. База данных растений в приложении на китайском языке и вообще в приложении много иероглифов. Ну, в целом понятно. И иногда почему-то приложение ругается на то, что вы находитесь не в Китае. Ну и на сладенькое. Вы часто просите у меня побольше Bluetooth наушников. И сегодня у меня для вас два экземпляра. Они от одного производителя. Называется производитель Dodo Cool. Охренительно, да? Крутое название. Первый. Называется Dodo Cool S8. Стоят они 25 баксов. А вот эти Dodo Cool DA 104 стоят они 20 баксов. Правильно он сказал? Я все правильно сказал? Да. Все. Первые наушники себе представляют, по сути, два наушника, объединенные проводом. Между ними карнитура. У них в головах есть магнитики. Вы можете вот так их соединить, повесить на шею, сложить в карман. С этим никаких проблем нет. Вторые же из себя представляют две пластиковые приблудины. Вот такого гигантского размера. И соединены они жестким проводом. На жесткой сцепке, так сказать. Буду краток. Оба экземпляра играют нормально. Но сверх качества от них ждать не стоит. Я бы оценил звук как средний. Также у обоих есть микрофон. Он отвратительный одинаково. Долгих разговоров с собеседником у вас явно не выйдет. Разве что быстренько сказать, что я занят. Перезвоню позже. Заряжаются эти наушники по микро-USB от обычного компьютерного USB слота или от любой головы на 1 или 2 ампера. В комплекте есть как провод для зарядки, так и сменные амбушюры. У наушников есть гарнитура, по которой можно принимать звонки, переключать треки и регулировать громкость. Начнем, наверное, с первых наушников Dodo Cool S8. Их конструкция предусматривает наличие резиновых зацепов, от чего наушники становятся еще более неудобными. Благо эти шпоры можно снять. Эти наушники мне понравились чуть больше, за счет того, что они звучат немного интереснее. У них менее выраженный бас и менее ядреная громкость, но зато звук чище. Ну и они смотрятся в ухе, как обычные наушники, они тупо удобнее. Их плюсами я бы отметил цену, качество звука, легкость и наличие магнитиков. Мне кажется, это удобно. Вторые наушники также имеют микрофон, пульт управления и кнопку приема вызова. Но все расположено на правом ухе, и это крайне неудобно. Кнопку включения я вообще не сразу нашел. Оказалось, что наушники включаются по долгому удержанию кнопки вызова. Звучат они глуховато, все частоты смешаны в кучу, зато есть бас, и его очень много. К тому же наушники безумно громкие, никогда не слушал их на всю громкость. Но по звуку они мне не очень понравились. Однако за 20 баксов найти вариант получше, наверное, невозможно. Ну или по крайней мере сложно. Плюсами я бы отметил цену, громкость и легкость. А вот минусов гораздо больше. Во-первых, они громоздкие, на голове смотрятся не очень, и вообще непонятно, как их переносить, в какой карман их положить. В общем, если вы найдете блютуз наушники за 20 баксов получше, скидывайте в комментарии, мне тоже будет интересно на них взглянуть. Ну а вообще, если вы ищете бескомпромиссное решение, чтобы вот так взять 25 баксов, потратить и получить крутой звук, крутую автономность и хороший внешний вид, то, наверное, я эти оба наушника вам не могу советовать к покупке. Лично я бы себе такое не купил. Однако, если вы не столь капризный жаробас, как я, и вы готовы мириться с некоторыми шероховатостями, то наушники вполне стоят своих денег. 20-25 долларов, не больше. Ну а на этом все. Не забывайте ставить свои лайки. Если вас наберется таких крутых 10 тысяч, то я бесплатно раздам все эти товары в своей группе ВКонтакте за репост. Это не фейк, это не развод. Все доказательства того, что реально все люди получают призы в наших конкурсах, есть в самой группе ВКонтакте. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok